А мы летим над сибирским простором, над морем, дайди, где болото и мост. Скользь дужу Сибири, в котором ты сияешь, все солнце с Одессы кусочек крынет. Но помни тебя, твои черные худры, Одесса, Одесса, Ты с нами всегда, тоскует молдаванка и фресы. Красный, ты в сердце у нас, твой профиль родной, Ты наш режиссер кукольной, твой, 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 твой. Но помни тебя, твои тонкие шутки, Одесса, Одесса, Но знаю тебя, твои тонкие мансы, Одесса, Одесса, Ты в сердце нулаз, ты мастер большой, и лучший твой театр кукольной. Ба-ба-ба-бам! Ой, как, дорогой, вот Одесса помнит вас. Я хочу задать вам вопрос. Помните ли вы Одессу? Расскажите, пан Виндерман, да келькослив нам про Дессу. Чи памятаю я Одессу. Я так и памятаю, як никто не памятая. В доказательство, что я помню город, где родился и прожил первые 20 лет, расскажу анекдот абсолютно одесский. Может быть, ты его знаешь, конечно, Татьяна, но не все же его знают. Значит, вот помнишь эти буксирчики маленькие, которые в порту снуют туда-сюда, втаскивают в порт корабли серьезные, лайнеры? Вот команда такого буксира обычно состоит из двух человек. Начальник, так сказать, и, то есть, капитан он же. И все, другой, это все остальное, он там в машинном отделении. И вот анекдот совсем простой. Этот самый буксирчик огибает маяк, и капитан в трубку машинного телеграфа говорит вниз в машинное отделение, «Гриша, топи кривыми дровами, будем поворачивать». Позвольте теперь, господа, и я расскажу вам анекдот. Змея и лисица. Однажды змея подходит к лисице и говорит, «Мне кажется, что я вас знаю». «И мне», — отвечает лисица. «Ну, тогда, — говорит змея, — дайте мне денег». «Лисице денег не дают», — отвечает хитрый зверь. Лисица хочет убежать. Она прыгает в долину, полную земляники и куриного меда. Но ей не везет. Змея уже тут как тут. Смеется, как мефистофель. Тогда лисица выхватывает свой киржал и с криком меня научит его жить, поворачивается и убегает. Но змея уже тут как тут действует быстро. Бьет лисицу по лбу, лоб разлетается в дремезги, а лисица кричит, «Нет, нет, четырежды нет, я не твоя дочь!» Как интересно! Неплохо. Примите поздравления! Ну, анекдотик так себе. Однажды...